Что интересно молодёжи? Вопрос-ответ с Александром Терентьевым. Я был рад этой встрече. Я не знаю, если ребят вроде тоже ушли с улыбками. Потому что встреча – это всегда возможность обменяться своими мыслями и получить обратную связь. 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Как это было? Всем привет! В эфире «Универновости», а в студии Максим Мартынов. Казанский федеральный университет посетил Александр Терентьев, советский и российский государственный деятель, выпускник Казанского университета. Встреча прошла в формате «Вопрос-ответ». Что интересует студента вуза, узнавала наш корреспондент. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась встреча студентов и преподавателей вуза с Александром Терентьевым, членом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, заместителем руководителя Комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Совета Федерации. В рамках мероприятия учащимся была предоставлена возможность обсудить актуальные темы современности и задать интересующие их вопросы спикеру. Стоит отметить, что Александр Терентьев – выпускник Казанского университета, поэтому встреча имела особую важность. Во-первых, я был рад этой встрече. Я не знаю, если ребят вроде тоже ушли с улыбками, потому что встреча – это всегда возможность обменяться своими мыслями и получить обратную связь. Мне важно было, что, во-первых, это были юристы, это был факультет ВМК, и, по-моему, в связи с общественным все ребята были. Мне было важно с разных факультетов, что думают сегодня молодые люди относительно того, как живет страна. Свою встречу со студентами и преподавателями КФУ Александр Терентьев начал с рассказа своей биографии. Его школьные годы прошли в Верхнеуслонском районе. Позднее будущий государственный деятель поступил в Казанский государственный университет. Стоит отметить, что важное место в его жизни играл спорт. На протяжении своего обучения Александр Терентьев активно принимал участие в соревнованиях и сборах по лыжным гонкам. Однако впоследствии его увлечение сменила карьера – государственная служба. Рассказал про себя, потому что их какие-то вопросы тоже интересовали, относили к тому, что я выпускник университета, как дальнейшее состоялось в моей жизни, немножко, так сказать, тоже поделился и отметил, что, в принципе, так складывалось, что я больше отдавался всегда, так сказать, работе, и эта работа дальше продвигала меня самого. То есть таким образом, а не специально какое-то построение карьеры. Вопросно-ответная сессия была разделена на несколько блоков. Студенты заранее подготовили свои вопросы. Преимущественное их количество было направлено на разбор внешней политики Российской Федерации, молодежной политики, путей развития подрастающего поколения и того, на что конкретно следует обратить внимание. Отдельным пунктом в ходе беседы стало обсуждение вопросов о дезинформации, кибератаках и последствиях повсеместного использования искусственного интеллекта. А вот с точки зрения внешних вызовов и угроз, безусловно, сказать, для меня было важно донести до них то, чем живет страна, то, что страна оставит на международной арене, насколько это проблематично и сегодня в целом, так сказать, ломает, идет на словом один мир порядок, однополярного мира, да, и зарождает многополярный мир, насколько это сложные процессы и вызовы, и очень важна позиция молодежи, полнодежи нашей Российской Федерации, других стран, потому что им в дальнейшем строить этот мир. Завершение встречи Александр Терентьев дал наставление студентам вуза. По его словам, в том, что мир меняется, нет ничего глобально страшного. Главное – научиться адаптироваться к изменяющимся условиям, любить Родину и, будучи студентами и преподавателями университет, развивать и популяризировать науку. Ведь во все времена, даже самые тяжелые и кровопролитные, наши ученые даровали миру все новые открытия. Резидар Каримова, Карина Саяхова, Николай Суховский, Универ Новости. 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. День стал памятным событием в истории России и мирового сообщества. Афганская война, которая продолжалась с 1979 по 1989 годы, стал испытанием для советской армии, выдержать которую удалось благодаря мужеству и преданности своей родине каждого солдата. Люди отправились за тысячи километров от дома, чтобы встать на защиту мирных жителей Афганистана от террористических группировок и поддержать дружественное правительство в борьбе за собственную независимость. Как развивались события далекого 1989 года, расскажет моя коллега Елизавета Газизянова. В 1979 году руководство СССР, чтобы пресечь развитие гражданской войны в соседнем Афганистане, ввело туда ограниченный контингент войск. Это вызвало бурную реакцию на Западе, в частности, в знак протеста США. И некоторые другие страны объявили бойкот Московской Олимпиаде, которая прошла в 1980 году. Советская сторона в этой войне потеряла около 15 тысяч военнослужащих. К моменту начала конфликт нарастал очень быстрыми темпами. Уже в начале декабря 1979 года власти приняли решение о вводе советских войск. Официальной целью было объявлено предотвращение угрозы иностранного военного вмешательства. В качестве формального основания Политбюро ЦК КПСС использовало неоднократные просьбы руководства Афганистана. Советское руководство опасалось, что приход к власти исламских радикалов с антисоветским настроем приведет к полной утрате контроля над южными границами. Также опасения вызвал Пакистан, политический режим которого на то время во многом курировали власти США. Таким образом, территория Афганистана служила прослойкой между СССР и Пакистаном. Потеря контроля над афганской территорией могла спровоцировать серьезное ослабление государственных границ. Геополитическая ситуация изменилась в мире. Именно 1979 год – это успешная реализация дипломатии Соединенных Штатов Америки, ряда крупных проектов и, прежде всего, укрепление своих позиций на Ближнем Востоке, где традиционно Советский Союз был представлен. Затем это резкое ухудшение отношений с Китаем и в итоге денонсиация СССР-Китайского договора о дружбе 1959 года и размещение ракет среднего радиуса действия в Европе. В течение длительного времени с 1979 по 1989 годы в Афганистане шло политическое и вооруженное противостояние сторон. С одной стороны находился правящий просоветский режим Демократической Республики Афганистан, поддерживаемый ограниченным контингентом советских войск. С другой стороны, маджахеды и сочувствующая им часть афганского общества, поддерживаемая как финансово, так и политически зарубежными странами и государствами исламского мира. Решение о введении советского воинского контингента было принято на заседании Политбюро ЦК КПСС 12 декабря 1979 года. Целью этой акции, как указывалось в секретном постановлении ЦК, являлось предупреждение агрессии извне и укрепление южных рубежей СССР. Цель, лучше сказать, ввода советских войск, цель это была смена вот этих руководителей, которые, так сказать, физически Амина просто убрали. Вот это произошло 27 декабря 1979 года, когда начался уже ввод войск, сначала малой группы, потом более крупной, но и штурм дворца Фавзеламина, где он был в итоге захвачен и уничтожен. В 1986 году в рамках новой политики из Афганистана было выведено 6 советских полков. Однако, несмотря на это, ситуация в стране не стабилизировалась. Попытка президента Афганистана Бабрака Кармала не давала положительных результатов. И СССР, используя свое влияние в Демократической Республике Афганистан, заменил Кармала на Мухаммада Наджибулу в 1986 году. Наджибулу проводил политику национального примирения и в 1987 году правительство Афганистана предложило программу, которая предусматривала примирение, приглашение оппозиции к диалогу и формирование совместного правительства. Несмотря на эти усилия, мир в стране так и не был достигнут. В 1988 году представители Афганистана, Пакистана, СССР и США подписали Женевские соглашения, согласно которым Пакистан больше не поддерживал маджахетов, а СССР обязался вывести войска. Так начался процесс вывода советских войск из Афганистана, который завершился в 1989. Михаил Сергеевич Горбачев, он не только идеолог перестройки, но и также идеолог новых подходов в глобальной политике, геополитической политике. Он был сторонником реализации планов нового политического мышления для нашей страны и остального мира. Суть этого мышления заключалась в том, чтобы перейти в взаимовыгодные, возможно, и добрососедские отношения, в том числе с Западом. То есть фактически замерение с коллективным Западом, прежде всего Соединенного Штата Америки. И для этого им нужно было, конечно, ликвидировать все, скажем, болезненные точки. Одна из них была, конечно, афганская война, которая активно поддерживает Соединенные Штаты. Они выступали на стороне маджахедов, действовали через Пакистан, через другие мусульманские страны. Ну и, конечно, понятно, что Советский Союз в условиях перехода к перестройке новый, он нуждался в стабилизации внутренней политической обстановки, поэтому афганский кризис ему никак, как говорится, не был выгоден. Эта война имела серьезные последствия для всех участников конфликта. Для Советского Союза этот конфликт стал чрезмерной финансовой нагрузкой на государственный бюджет. Ведь средства тратили не только на военную операцию, но и на экономическую помощь Афганистану. И зачастую она предоставлялась либо на безвозмездной основе, либо со значительными льготами. Кроме того, Советский Союз понес серьезные человеческие потери. Непосредственными участниками боевых действий были 546 тысяч человек. Безвозвратные людские потери составили более 14,5 тысяч человек. Около 500 из них пропало без вести. Последствия для Афганистана были не менее серьезными. Их сторона, по некоторым версиям, понесла большие потери до 2 миллионов погибших. Причем 25 тысяч человек стали жертвами противопехотных мин. Около 5 миллионов человек стали беженцами, покинув территорию страны. Также ситуация коснулась и бюджета. Была разрушена ирригационная система. Пострадала традиционная экономика. Сами граждане Афганистана по-разному относились к вводу советских войск. Многие считали их оккупантами. А вывод войск воспринимался как возвращение своей независимости. В долгосрочной перспективе афганская война повлияла на всех участников конфликта. Нужно сказать, что с одной стороны советское руководство надеяло, что вывод советских войск стабилизирует обстановку, восстановит такую позитивную повестку дня, в том числе и с так называемыми мусульманскими странами, и с западными странами. Но на деле это получилось не так. Почему? Потому что Соединенные Штаты, или так называемый коллективный Запад, или Великобритания тут большую роль играла, они использовали сам вывод советского войск из Афганистана для ликвидации профсоветского режима в Афганистане. И фактически захвата власти маджахедами, а потом и так называемым истерийским талибаном позднее. То есть, к сожалению, они пошли по такому пути, то есть полного втеснения влияния СССР из Афганистана. К началу перестройки в Союзе росло внутреннее недовольство затяжной войной. Михаил Горбачев решил, что вывод войск из Афганистана решит и внутренние, и внешние проблемы. Это и правда помогло установить гонку вооружений с США и нормализовать отношения с Китаем. Распад Советского Союза предопределили сложные внутренние процессы. Их серьезно усилила и обострила именно афганская война. Некоторые ученые и историки уверены, что именно неспособность армии Союза одержать победу вынудила Михаила Горбачева отказаться от военной борьбы с сепаратистскими движениями внутри СССР. А вот то, что советские войска вышли из Афгана без победы, показалось сепаратистам, что они могут успешно противостоять Москве. При этом ветераны войны, которые разочаровались в руководстве Советов, решили, что их регионы могут отделиться от страны. И начали активно участвовать в движениях за их независимость. Конечно, влияние было. Безусловно. Но вы сами понимаете, чисто психологически, если мы откуда-то отступаем, усиливаем мы позиции. Наверное, нет. Поэтому с отступлением Советского Союза из Афганистана безусловно обострились настроения радикального исламизма в этих республиках. Толчок был дополнительный для деинтеграции, для утери влияния Москвы на территориях. То же самое в Азербайджане. Очень четко это проявлялось. Но и Чеченская война, она тоже в какой-то степени. Первая и вторая Чеченские войны, они в какой-то степени были связаны и с Афганской войной. Афганская война, которая началась в 1979 году и продолжалась до 1989 года, имела серьезные последствия для СССР и Афганистана. Война началась из-за различных причин, включая политические и экономические интересы. Ход военных действий был сложным и кровопролитным, с участием советских войск и афганских повстанцев. Война оказала значительное влияние на советскую экономику и общество, приведя к росту потерь и недовольства в стране. События в Афганистане привели к разрушению и гражданской войне, оставив долгосрочные последствия для страны. Для СССР афганская война стала одним из факторов, приведших к его распаду. Международное сообщество также отреагировало на войну, осуждая советскую интервенцию. В целом, афганская война оказала глубокое влияние на историю России и Афганистана, оставив свои следы в политике, экономике и обществе обеих стран. Елизавета Газизянова, Резида Каримова, Николай Осуховский, Универ Новости.